Библейский портал экзегет.ру представляет И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему так, говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, вот я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою. И в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои. И сказал Господь Моисей, скажи Арону, просты руку твою с жезлом твоим на реке и на потоке, на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Арон простил руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Ароны и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. И сказал завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, чтобы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. Такие первые 10 стихов, и мы видим, что Господь насылает жаб, Арон простер жезл, и появились жабы везде во всем доме, они наполнили собой все жилища египтян, все жилища, даже квашни, то есть куда бы египтянин не залез, и в постель, и где бы он не был, невозможно было спрятаться от этой казни. Вот такое нашествие жаб очень и очень весьма неприятное. И мы видим, что здесь фараон взывает к Моисею и говорит, помолись, а Моисей спрашивает, когда помолиться, фараон говорит, завтра. Очень странный, кстати, ответ фараона. Обычно, когда нас постигают какое-то бедствие, то человек верующий говорит, когда помолиться, я вот знаю смс-рассылки получаю, там разные чаты, помолитесь о том-то, помолитесь, братья, срочно просим помолиться. Вот совсем недавно, там в Белом море, там был какой-то шторм, и я получаю смс-сообщение, там в 2 часа ночи пишут, братья и сестры, просим молитву, шторм, там 7-8 баллов, там наше судно рыболовецкое терпит, и там верующие люди просят помолиться. Люди просят помолиться сейчас, когда есть какое-то бедствие, фараон завтра. Говорит о его каком-то таком вот пренебрежительном отношении, а скорее всего он не надеется на Бога, он какое-то такое вот тепло-хладное лицемерное состояние, что ли. Но мы видим, что здесь и другое событие, что не только Арон жезлом своим вывел жаб, но их из реки, и они наполнили дома египтян, но и сделали то же самое и халдеи. То есть сделали то же самое и колдуны, которые были, проще говоря, в Египте. Они тоже извели жабы, у них тоже это получилось. Здесь это нам подсказка на то, что действительно дьявол может имитировать чудеса и даже их творить. Сказано, что он даст знамения и великие чудеса так, что прелестит даже избранных. Внимательно можно прочитать 24 главу Евангелия от Матфея, что и с неба молнию будет снизвергать, и в книге Откровения многие чудеса описываются, как дьявол будет творить. Для чего? Чтобы прелестить, если возможно, даже избранных. А кто такие избранные? Это мы с вами. Сказано, много званных, но мало избранных. Избранные, которые уже в церкви. В этом избранничестве нашей заслуги нет никакой. Просто Господь позвал, и мы откликнулись, но мы с Господом. Мы в его церкви, мы стремимся жить. Но сказано, что чудеса будет низводить, чтобы прелестить. Прелестить даже избранных. И это ему удастся. Особенно удастся по отношению к тем, кто уверовал в чудеса. И кто гоняется за чудесами. Там где-то замироточило, там где-то там еще что-то, какое-то чудо. Все это хорошо. Все чудеса, они нужны для неверующих людей. Суть знамени, как сказано по апостолу Павлу в посланиях к Коринфянам в 14 главе. Что знамени, суть для неверующих, а не для верующих. Почему для неверующих или слабоверующих? Для того, чтобы как-то утвердить и подкрепить человеческую веру. На самом деле чудеса не являются критерием нашего веросповедания. Это одна из составляющих. Например, канонизируется какой-либо святой. Одна из составляющих только, что да, были в его жизни чудеса. Но не является утверждением веры. Мы видим, что и призвал фараон Моисея, и он сделал это жабы. То, что появились жабы. Арон с ним простер руку свою на водоегипетские. Вышли жабы. То же самое сделали волхвы, чарами своими. И вывели жаб на землю египетскую. И вот что по этому поводу пишет свидетель Исидор Сивильский. Очень интересное у него здесь высказывание. Он говорит, во второй казни появляются жабы. «Которые, как считается, иносказательно изображают стихи поэтов, приносящих в этот мир лживые произведения, пустые и напыщенные, как кваканье жаб». Да, так пишет. Потому что действительно есть очень много произведений не только пустых, но и соблазняющих человека. Ведь есть известная история, когда попадает там вор-разбойник на страшный суд божий и писатель различных вульгарных романов развратных. И тогда разбойника там находится, за что оправдать этого убийца, а писателя нет. И тогда этот писатель говорит, как так? Этот он разбойник. Ну, Господь показывает, где он покаялся. «А мне нет, я ничего такого не сделал, только писал». Он говорит, до сих пор люди читают твои развратные романы, соблазняются, впадают в грехи, воровства, блуда и прочее. Поэтому так пишет Сидор Сивильский. Говорит, что изображают эти жабы лживые произведения, пустые и напыщенные, как кваканье жаб. Ведь жаба – это болтливейшая пустота. Самое ее живое, непригодное, ни к чему другому. Самое животное непригодное ни к чему другому, кроме как в издаванию ужасных и непристойных звуков. Действительно, кваканье жаб приводит в такое раздражение. И вот здесь Сидор Сивильский сравнивает это нашествие жаб с пустословием таких поэтов и писателей. Также Блаженный Августин пишет по этому поводу интереснейшее университет истолкование. «Зачем ты надуваешься от гордости человеческой? Тебя оскорбил человек, и ты испугался и разгневался. Борись с блохами, чтобы спать, узная, кто ты. Ведь чтобы вы знали, братья, то, что для нас тягостно, создано для украшения нашей гордости. Бог мог смирить фараона медведями, львами и змеями, но он наслал на них мошек и жаб, чтобы ничтожнейшими вещами укротить гордость». Так пишет Блаженный Августин. Вот еще по поводу того, что мы с вами прочитали. «Помолись Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего». По этому поводу пишет, вот у Оригена есть интересное истолкование. «Мы заметили, что в случае с мошками во время третьей кары уже ни фараон не просит молиться, ни Моисей не молится, а с письмами мухами в четвертую кару говорит, помолись обо мне». Да, интересное истолкование тем, что здесь не всегда фараон просит молиться. Когда-то просит, когда-то в других казнях мы увидим, что он не просит, когда-то опять просит, когда он не просит. И что здесь видит Ориген? Он здесь видит то, о чем нам настоятельно, то, что нам настоятельно рекомендует апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве». Вот это непостоянство фараона – это признак такого шатающегося, вечно расползающегося, такого неконкретного, несосредоточенного, вернее, в молитве разума. То просит, то не просит, то помолись, то не надо. Это непостоянство религиозной жизни сродни вот такому даже, если фараон прообраз дьявола, бесовскому, что ли, даже состоянию. Итак, он сказал «завтра». Действительно праздный ответ. Амбрусим Диоланский в этом видит праздный ответ. «Завтра». Фараон, который предложил свое усердие к тщетным и пустым мнениям, когда Египет наполнился с жабами, издавающими звук пустой и кваканье тщетное. А Моисей говорит «назначь мне время». А фараон отвечает «завтра». Завтра праздный и попускающий промедлению ответ. Кару египетскую имеющий обратить в погибель. Итак, когда он так приказал, то есть завтра, он не знал благодарности. «И вознесшись в мудровании плоти своей, забыл о Боге». Конец цитата. Следующая казнь, о которой описывается 16 стиха, это письи, да, мошки. Мошки. Письи мухи еще будут после мошек. А это мошки. Действительно, надо чуть-чуть здесь вернуться назад. Что такое было жабы? В Египте почиталась жаба особым образом. Например, богиня Хитек. Богиня Хитек, она была с головой, женщина с головой жабы. И ее статую можно было встретить в городе, в Египте. Она считалась покровительницей денежных накоплений. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что жаба душит, не думайте, что это откуда-то само собой выражение взялось. Это именно из такой вот египетской мифологии. А бог, который отвечал за мошек, это была такая мошка, да, тоже человеческое тело, и с головой такой мухи. Голова, такие глаза, была муха, такие статуи, раскопки находят. Это бог Сет. И был другой бог пустыни, это Мот. Мот и Сет. А вот бог Сет, это бог пустыни, а бог Мот, это пустыни, мертвой пустыни. В общем-то, одно от другого не отличается. Ну, в языческой веровании, у них там чем больше ответственных богов, за каждую мелочь, чем лучше. А вдруг пропустили, не справится бог с этой своей задачей. Поэтому был еще и бог Иптах, и Сет, и Мот, все они отвечали за мошек, за мелких мошек. А вот бог другой, который отвечал за песих мух, это был уже другой бог. Там это особые виды насекомых, поэтому такие вот у них утонченности были. Итак, если жизнь действительно не наполнена богом, то невозможно избежать пустоты. Поэтому Сет, бог пустоты, бог пустыни. Как и мы с вами читаем, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простей руку, жезл твой, и ударь в перц земную, и будут мошки на людях и на скоте, и на фараоне в доме его, и в рабак его, и вся перц земная. Сделай мошки по всей земле египетской, так они и сделали. Аарон простил руку свою, жезлом своим, и ударил в перц земную, и явились мошки на людях и на скоте, и вся перц земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. У волхвов не получилось на этот раз. То есть, действительно, все в руках божих, не имеет силы зла своего какого-то бытия, поэтому когда-то бог попускает по его ведению, по его промыслу, почему можно не сдаваться этим вопросом, потому что бог так захотел. Ответ очень простой. Тогда-то бог и не попускает. И не могут они створить вот этих вот маленьких мошек, потому как дьявол не может творить из пустоты, он не имеет своего бытия. Помним о том, что дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Вот Исидор Сивильский пишет по этому поводу следующее цитата. После этого производятся и мошки. Эти насекомые или животные, как он выражается, летают по воздуху на крыльях, но оно настолько мало и ничтожно, что нельзя увидеть глазами, если только не всматриваться пристально. Тело, на которое эта мошка садится, оно начинает его очень больно кусать. Так что, если кто не в состоянии увидеть летящую мошку, сразу почувствует кусающую. Действительно, мы знаем, вот это вот мошкара, особенно, когда мы уезжаем на свою дачу, так укусит, что потом и как там фенистилгель или что-то такое не всегда помогает. Несколько дней может быть очень большой волдырь. Казалось бы, там мошка действительно и не видно. И вот далее свидетель Исидор Сивильский говорит об этом. Животное, это насекомое такого рода сравнивается с еретической изощренностью, которые изощренными словесами и словесными приемами мучают души, оплетая их с такой ловкостью, что обманутый не видит и не понимает, откуда обман приходит. Действительно, иногда люди, можно это встретить, заблуждение бывает и внутри церкви, человек отстаивает какую-то позицию, которая совершенно разнится с консенсумом патрум, с согласием отцов, со всеми догматическими определениями. Вот ему вот так вот он встал и вот он так рассуждает. И всячески один, и второй, и двое, и трое церковь уже говорит, это совершенно не православие. Нет, человек действительно видит, что он и не лукавит, он искренне уверил в эту ересь. Поэтому искренность это еще не критерий вероисповедания. Искренне можно поверить и в ложь. И от того, что человек искренне верит в ложь, от этого ложь истиной не становится. Поэтому здесь святитель Исидор Сивилиский сравнивает действительно этот обман, как он окутывает человека, и человек не видит и не понимает. На третий раз волхвы не смогли сделать это, как и сказано, это перст Божий. Они сами волхвы призвали, что это перст Божий. Им деваться было некуда. Эти волхвы были похожи на непреклонных еретиков. Апостол говорит, как и они, и Иоанврий противились Моисею, так и эти противящиеся истинные люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Действительно, невежды в вере. То есть, иногда люди думают, что они такие вот вежды в вере, и все понимают. Ну, приведу такой пример. Вот, скажем, Карл Вальтыла, Иоанн Павел II. Он по образованию своему светскому был философ. Да, а Бенедикт XVI, например, который пришел к нему на светство, он был теолог. И что интересно из этого следует? Мы видим, что при Карл Вальтылы в такие впали, это Второй Ватиканский собор, что Бенедикт XVI долго пришлось теологу разбирать. Потому что Иоанн Павел II думал, что все философски. Они начали разоигрывать со всеми конфессиями, говорить, что да все мы дети божии. Начали спускаться там, студенты стали, все быстренько одели реверенточки, там 18 лет, там 25 лет он уже кардинал, то есть надо быть ближе к народу. И вот эта вот близость, такая сниспускание к народу, ну, в общем-то, сыграла очень плохую службу в ремкоторической церкви. Они потом не знают, что с этим делать, они старались как-то исправить, а поняли, что теперь это уже быстро не получится. Поэтому всегда очень опасно какие-то такие эксперименты проводить, потому что они очень близки вот к тому, о чем говорит апостол Павел в постане к Тимофею, то есть невежды в вере, то есть это не ругательное слово, просто человек не вник до конца и подумал, что может быть оно и так хорошо. Нельзя обвинить там, конечно, там, что там Карл Валтыл не вник, Иоанн Павел II в карим-катерицизм, нельзя, но тем не менее склад ума был философский, и он рассудил именно так. Те же, кто из-за развращенности ума были очень беспокойными, в третий раз оказались неспособны сделать то же самое. Говорят, что Святой Дух, бывший на Моисее, противится им. На третьем месте находится Святой Дух, который является перстом Божиим. Поэтому они, оказавшись в третий раз бессильными, сказали, «Это перст Божий, так же, как Святой Дух, приобретенный и умиротворенный, дает покой кротким и смиренным сердцем, так, напротив, доставляет беспокойство злым и гордым». Каковое беспокойство обозначают эти маленькие мухи, в отношении которых волхвы и фараона оказались бессильны и сказали, что это перст Божий. Конец цитаты. Поэтому, да, я сказал, что две содержатся, три казни, конечно же, три. Есть еще и четвертая казнь, это песь и мухи, это в конце восьмой главы. Если я сказал вначале, что восьмая глава содержатся две казни, я оговорился, три, конечно же. Здесь и четвертая казнь, четвертая казнь, потому что первая казнь была в седьмой главе, это когда воды Нилы были кровавыми. Здесь четвертая казнь, вот как раз эти песь и мухи. За песь и мух в Египте отвечал бог муха. Да, он был такой бог муха. Имя ему было Анубис. Также был хатшит, по разным версиям, но в большей степени многие исследовали, склоняются к тому, что кто занимается мифологией и восточными различными верованиями, за бог муха назывался основной такой бог, это был все-таки Анубис. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фраона, вот он пойдет к воде и ты скажи ему. Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народ моего, вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои песи их мух, и наполнится дома египтян песями мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там будет песи мухи. И так далее. Но Моисей сказал, да, и призвал фраон Моисея, и Арон, и сказал, подите принесите жертву Господа, 25 стих Богу вашему, всей земле. Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение нашему Богу нашему. И если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями. И мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. Мы видим, что фраон здесь прибегает к другой хитрости. Он говорит, зачем вам куда-то уходить, приносите жертву здесь. Но Моисей говорит, нет, жертва должна быть принесена за городом. Жертва должна быть принесена не в глазах египтян. Почему так? Казалось бы, ну, раз фраон повелел, он мог дать свой указ, ничего, египтяне потерпели бы, если бы, да, израильтяне ели Пасху. Но нельзя совершать тайную вечерю с людьми, которые не приобщены к таинству Божьей. Нельзя преподавать святыню, как сказано, не бросайте святыни псам. Не должны были даже косвенные египтяне участвовать в этом. Поэтому в нашей божественной литургии было строгое правило. Но, к сожалению, со временами, к сожалению, я говорю, что со временами, но как-то упростилось это, ну, может, здесь из-за миссионерского какого-то служения, пока еще мы живем в таком переходном периоде постсоветского времени, я считаю, что хоть и время много прошло, но тем не менее. А что я имею в виду? Дело в том, что в литургии есть две части, насколько мы знаем. Литургия оглашенных и литургия верных. Поэтому после, когда отслуживалась в древние времена литургия оглашенных, то оглашенные выходили, они не имели права стоять среди верных и принимать участие, даже косвенно принимать участие. Может быть, верующий и по каким-то причинам вдруг не смог там причаститься, но они не могли даже косвенно принимать участие в божественной литургии, в таинстве, именно в самом таинстве, в литургии верных. Поэтому здесь и Моисей говорит. Мы помним, что Ветхий Завет — это водитель ко Христу, что нет, для неверных это мерзость, они неправильно поймут, мы это делать не будем, поэтому нам нужно уйти и совершить прообраз Тайной вечери тайно, не на глазах у египтян. Вот что по этому поводу пишет, опять же, Исидор Сивильский, у него есть изъяснение книги «Исхода». Цитата. В четвертый раз Египет поражают мухи. Муха — очень назойливое и беспокойное животное, насекомое, под которым подразумевается не что иное, как назойливые заботы плотских желаний. Точно подмечено. Назойливые заботы плотских желаний. Что-нибудь как засвербит внутри, вот эта вещь мне обязательно нужна. Нужна мне вот эта вот вещь, и все, и человек уже начинает в интернет полез, и рассматривает его преимущества, и насколько оно там красиво, или гаджет, ух, а насколько он такой, и прочее, и прочее, и прочее, насколько у него разных там функций, и покоя нет, и ночью просыпается, и все у него это в голове, как назойливая муха. То есть, какая-то вот похоть такая. Итак, Египет поражается муками, то есть, вот этими назойливыми мыслями. Ибо сердца тех, кто любит этот век, поражаются своими бесконечными желаниями. Конец цитата. Итак, мы видим, что Бог наказывает, в общем-то, египтян теми казнями, теми грехами, которыми они грешили сами. То есть, он их наказывает и богами, которым они поклонялись. Поэтому грех, он всегда как бумеранг. То есть, чем человек грешит, тем он и наказывается. Или как у одного старца так и написано, чем человек грешит, тем он и воняет. И действительно, здесь, как написано в книге Исход, и засмердели, вот в этом тексте 8 главы, когда собрали эти горы жаб, которые умерли, они высмердели, потом появляются, представляете, эти мелкие мушки, теперь еще эти назойливые мухи. Все это не что иное, как кваканье, пустословие, указывающее на то, кому поклонялись, как сказано, кому служить там его рабы, что вот эти вот мелкие мушки, когда мы не замечаем этих мелких грехов, но будем помнить, что они кусаются очень-очень сильно, как помню, из тоже Патерика, к Амбросе-Оптинскому пришли две женщины. Одна говорит, у меня большой грех, а другая говорит, да, у меня так по мелочам, и как бы не расстраиваясь. И когда преподобный вышел, взял большой камень, бросил и говорит той, которая говорила, большой, пойди, найди. Она пошла, его быстро нашла, принесла. А тот, который говорил, да, так по мелочам особо, ничего страшного, он взял много мелких камней и разбросал их на лугу. Она их очень долго искала. Поэтому, действительно, для того, чтобы покаяться в каких-то своих, как мы считаем, незначительных грехах, очень много для этого надо времени, для исследования провести своей души и внутреннего мира. И не надо думать, что маленькие грехи, они не столь важны. Вот они собой здесь символизируют вот этих вот мелких мушек. И как мы прочитали этих назойливых мух, это наши назойливые идеи, назойливые мысли наших похотей, то есть наших желаний, которые, как вот жужжание, брежание такое внутри человеческой души. Поэтому Египет наказывается тем, чем он грешит. И мы с вами, братья и сестры, наказываемся Богом не потому, что Бог нам хочет какого-то отмщения, хотя сказано мщение у меня, не потому, что Бог хочет нас как-то навредить нам, но наоборот. Помним, что Бог, что говорит о том и в Священном Писании, кого люблю, того наказываю. И здесь египтяне не надо думать о том, что вот он их ненавидит и как-то мстит. Он их наказывает тем, чтобы, возможно, они вразумились. Мы видим, что проблеск вразумления был. И волхвы и там и чародеи говорили, это перст Божий. Они поняли, что не все им подвластно и что они не всемогущие. И они признали, в общем-то, всемогущество Бога. Поэтому, когда мы встречаем тельные болезни или тельные скорби, которые Бог посылает нам и посылает другим народам, будем помнить, что Бог есть любовь. И Он посылает это лишь только для того, чтобы исправить человека, чтобы привести его к пути спасения. Бог послал не только скорби. Будем помнить о том, что Он и послал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.